В общем-то, у нас запись-то идёт уже, и давай попробуем. Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я, Полина Ваттичелли, буду брать интервью у психолога и моего друга Владимира Пыпина. И сначала немножко расскажу, почему у меня возникла идея взять это интервью. Я прошлое видео делала на тему «Как разлюбить человека» и делилась своим опытом. И потом мне захотелось в процессе подготовки этого видео рассказать о том, как вообще сделать так, чтобы повезло к любви. Когда я пыталась это сделать сама, у меня ни черта не получилось, потому что я поняла, что, ну хорошо, я свой какой-то конкретный случай, может быть, там ещё что-то поняла, а у людей настолько всё по-разному и настолько бывают разные причины этого невезения в любви, и что здесь мне нужно кого-то спросить, кто знает больше, чем я. Вот. Владимир такой человек, и он согласился ответить на некоторые вопросы, которые у меня возникли. И также в конце будет время для вопросов, которые прислали мне мои подписчики. Здравствуйте, Владимир! Здравствуй, Владимир, вернее. Да, Валина, привет, здравствуй. Значит, вопросы у меня сегодня все про любовь. И первый такой вопрос. Почему люди вообще влюбляются, и почему они влюбляются именно в какого-то конкретного человека? А будут какие-то правильные ответы? Ну, мне кажется, я примерно представляю, но ты, я думаю, что лучше расскажешь. Расскажи, пожалуйста, как ты, как в психологии, видишь. Хорошо. Ну, влюблённость – это же классная вещь, да, это приятно, это здорово влюбляться, да, поэтому влюблённость и вообще отношения – это та часть жизни, где у нас есть возможность проявить себя, делиться избытком своим, да. Это то, что наполняет очень хорошо нашу жизнь, делает её такой более живой, осмысленной. Вот. И одна из самых таких важных потребностей у нас, как у людей, это потребность связи, потребность в принадлежности к какой-то группе, да, и поэтому в любви, в партнёрстве вот эта потребность наша, она наиболее полно, наверное, удовлетворяется и раскрывается. Поэтому с этой точки зрения это очень классно быть в отношениях, да. Да, ну тут многие с тобой не согласятся, я думаю, скажут, нет, влюблённость – это страдание, я не хочу влюбляться, я каждый раз влюбляюсь и просто… Вот, ну мне такое пишут иногда, и что можно тут ответить? Влюблённость, конечно же, подразумевает и чувство невзаимности, сложности, потому что вначале, когда мы вступаем в отношения, но здесь очень много слоёв, на самом деле, если брать влюблённость в целом, то мы влюбляемся на разных уровнях, да, то есть есть вот это, то, что все осознают, вот эти чувства, которые возникают романтические, какие-то порывы, мы, может быть, проявляем такой альтруизм, да, то есть партнёра мы видим очень таким красивым, совершенным, ну, то есть это первая такая волна, которая осознаётся, как действительно очень приятный процесс, вот, и само состояние влюблённости, оно очень приятно переживается, но, соответственно, есть другие уровни, да, зачем вообще нужна влюблённость, если мы на неё посмотрим, если мы отойдём от поэзии высокой, да, и от каких-то таких... Ну, биологии. Да, и вернёмся немножко всё-таки к тому, кто мы есть, а мы, по большому счёту, разумные животные, да. Сухоносы, тематы. Да-да-да, и поэтому для чего нужна влюблённость? Влюблённость необходима для того, чтобы пара встретилась, и она, как бы, продолжительное время оставалась вместе. Для чего это нужно? Для того, чтобы воспроизвести потомство, и если пара крепкая, то у этого потомства больше шансов на то, чтобы выжить. Вот, то есть это, как бы, если мы вернёмся, ну, действительно, к базовым таким потребностям эволюционным, поэтому с этой точки зрения влюблённость – это очень необходимый процесс. Ну, естественно, в нашей культуре это всё одухотворяется, возводятся высокие материи, очень много стихов и песен об этом пишется. Естественно, и драм здесь очень много, потому что влюблённость не всегда приводит к тому, что пара закрепляется и остаётся вместе. А сам разрыв, он переживается очень тяжело, потому что связь и энергию, которую мы в эту связь складывали, рвётся, и всё равно. И это переживается как боль утраты, потери, и, соответственно, я здесь соглашусь, что, с одной стороны, влюблённость – это здорово, с другой стороны, все мы знаем, что терять партнёра – это сложно, если он от нас сам уходит, конечно. Если мы бросаем, это не так тяжело, потому что здесь мы подготовились, а если нас бросают, это сложно. А почему, знаешь, я хотела спросить, почему люди влюбляются в какого-то конкретного человека, но недавно смотрела лекцию Евгении Тимоновой на тему выбора партнёра, она так с биологической точки зрения, и поняла, что это настолько многофакторный процесс, выбор партнёра, что это прям отдельный можно выпуск делать. Вот ты именно как психолог, который работает с людьми, которые приходят в таких чувствах, которые страдают от неразделённой любви, есть у тебя такие? Я бы сказал так, что в состоянии страданий, в состоянии горя вот такого, люди обычно не приходят к психологу, но это в моей практике редко. Обычно, когда уже проходит чуть-чуть времени, уже как-то чувства улеглись, и в более спокойном состоянии люди могут приходить и говорить о том, что на самом деле они как будто бы хотят отношений, но как-то не строят их или не получаются, и тогда мы выходим с ними на тему того, что было партнёрство, которое не было прожито, вот это расставание, и внимание всё ещё там находится, и поэтому нет энергии строить что-то в настоящем. Внимание не сознательное, а какое-то подсознательное? Бессознательное, да. Но если связь формируется, то бывает так, что расставание происходит слишком быстро, и, соответственно, нет у человека времени для того, чтобы как-то адекватно это прожить. И поскольку чувства могут быть очень интенсивными в момент расставания, то психика так работает, что она их берёт и подавляет, для того, чтобы просто более комфортно... Не страдать. Не страдать, да, более комфортно себя чувствовать. Поэтому если особенно у нас были планы какие-то на этого человека, то, естественно, очень сложно отказаться от этих планов. И они тоже как бы остаются внутри, как память. И поэтому такой период расставания, он очень важен. Именно вот этому уделяется мало времени. Ну, сейчас, да, потому что общество очень быстро живёт. Но по большому счёту, если мы расстаёмся с человеком, значит, нашего внимания там больше нет, и нет чувств, когда мы о нём вспоминаем. То есть мы как бы понимаем, что, да, было как-то грустно. Но как будто бы мы уже чувствуем, что мы свободны от этого. То есть это такой маркер того, что отношения завершены действительно на всех уровнях, да? Когда мы можем легко думать, и не чувствовать никаких уже особых нет, да? И легко чувствовать. Потому что можно думать, что всё легко, но легко чувствовать ещё, да? То есть когда мы с моим человеком, и у нас щемит сердце, или у нас возникает грусть, и тоска какая-то, это значит, что связь ещё не завершена. И какая-то часть нашей энергии, нашей внимания там ещё находится. Бывает, что человек просто запрещает себе думать, и я этим, например, тоже занималась, и это настолько бесполезное дело. То есть я помню по своему опыту, что так, всё, я головой поняла, что так, он меня не любит, мне нужно о нём забыть. Какая-то частичка думает, что, наверное, всё равно ещё что-то там это может получиться. И как не пытаешься вообще окунуться с головой в работу, что угодно, влюбиться в другого человека, ни хрена не получается, потому что какая-то часть ещё там осталась, получается, да? И что в таком случае... Нет, ладно, не что в таком случае делать, что-то как-то у нас не по плану идёт разговор. Ну, хорошо. Ну вот, вопрос такой. Как и любовь тоже не по плану развивается. Вообще не по плану, не по плану. Почему одни люди влюбляются в раннем детстве, а другие в более позднем возрасте? И я сейчас такую канву ещё этого вопроса обозначу, что почему у меня этот вопрос возник, потому что я думала, что со мной что-то не в порядке. Я выяснила, что с кем я, кого не спрашиваю, все говорят, я в 6 лет в садике, я в 5 лет в садике. А я не влюблялась до 13 лет вообще ни в кого. Я думала, что со мной что-то не так. Я устроила опрос на Фейсбуке, и оказалось, что я такая не одна. Есть тоже люди, которые в детстве не влюблялись. И вот мне стало интересно. Есть люди, с которыми что-то не так. Да. Скажи, может, с нами всё в порядке, пожалуйста. Ну я на самом деле с трудом могу ответить на этот вопрос, именно почему одни влюбляются в детстве, в каком-то раннем возрасте, другие в подростковом возрасте. У меня есть как бы предположения свои какие-то, да? Если брать возрастную психологию, то личность ребёнка, она проходит определённые этапы в своём формировании. И, соответственно, у кого-то этот процесс быстрее происходит, у кого-то медленнее, да, формирование личности, да, формирование каких-то взглядов, да, и коммуникации между сверстниками. Вот поэтому от этого зависит, вообще просто от биологического развития. Мы сами знаем, что кто-то быстрее созревает, да, в подростковом возрасте, кто-то медленнее. То есть это как бы плюс-минус год или несколько лет, вот, этот процесс, он у всех индивидуально проходит. Это один момент, да, почему кто-то может влюбляться раньше, а кто-то позже, да. А второй момент, я думаю, что это зависит от атмосферы в семье, да, потому что если в семье, например, здоровые отношения между родителями, да, они как гармоничная пара, да, то есть атмосфера в семье хорошая такая, да, то ребенок видит это, да, он считывает, да, что между родителями происходит. И, ну, как бы он в контакте, может быть, с собой лучше, да, с своими чувствами, да, тогда он может уже пробовать смотреть, может быть, кто-то есть, кто его привлекает, да, и это как-то спонтанно происходит. Поэтому я думаю, что здесь зависит от биологии, да, именно от формирования, созревания ребенка, формирования его личности, да, с точки зрения психологии, и атмосферы, и в семье. Поэтому это очень, я думаю, комплексный процесс. Ну, это не так, что я на всякий случай для себя, что это какой-то изъян личности, если ты не влюблялся в родину детства, нет? Ну, я бы не ставил любовь, значит, как в углове угла, вот, потому что это одна из наших способностей, вот, и если человек не влюбляется, в этом же нет ничего плохого, ну, как это же, у него голова, руки на месте, то есть он может функционировать. Я просто, причисляю ли ему это страдание, если он счастлив, и, ну, просто, может быть, не встретил того человека, с которым бы он мог это счастье разделить, это одно. А если человек находится в каком-то негативном состоянии, и он просто больше на себя нацелен, и не видит никого вокруг, то это другой вопрос. Хорошо. Следующий вопрос – это как разомкнуть порочный круг невзаимной влюбленности. Чуть-чуть рассказываю предысторию, как было, например, у меня, что я восемь раз подряд в течение, кажется, трех или четырех лет я потерялась, и это было безответно. И это было очень болезненно, и каждый раз сложно было перестать думать об этом человеке, там, я вообще все перепробовала и так далее, и даже целое видео записала, потому что я стала об этом мастером. Но ситуация повторялась снова, снова, снова и снова. Я для себя нашла ответ, как в моем конкретном случае, я разомкнула порочный круг с помощью психотерапии, но я понимаю, что там могут быть другие причины, и если человек, вот он заметил, что у него повторяющаяся невзаимная влюбленность, что ему делать? Сейчас и у меня чувства какие-то поднимаются, потому что невзаимная влюбленность у всех была, наверняка в жизни, да? Слубы? Да, это то, что... Не нужно долго искать, это очень хорошо так присутствует в мире. Но я, знаешь, думаю, если так, больше, наверное, из головы, что все-таки любовь, влюбленность, это фортуна определенная, да? Никогда не знаешь, что будет и к чему это приведет. То есть это такой рискованный поступок, я бы так сказал, влюбиться. Потому что в этот момент ты уязвим, когда ты... Особенно, когда ты признаешься в своих чувствах, это просто подставить свое сердце под удар. Ну и, наверное, должны быть силы его вынести. Да, но мы в этот момент, наверное, не очень думаем об этих силах, сможем мы это вынести или нет. Я думаю, что если про невзаимную влюбленность, о том, что ты говоришь, а если это именно систематически происходит, то есть это не так, что иногда это встречается, а это если регулярное, это наш такое хобби, вот такое интересное, то я бы так сказал, что как мы выбираем партнеров? И вернуться нужно на много лет назад, а как мы росли и взрослели? Потому что, например, ребенок, когда растет, он видит перед собой родителей и видит, как они строят отношения. И, конечно же, иногда бывает так, что семья неполная или какие-то проблемы в отношениях или еще что-то возникает, то есть разные сложности. Иногда, мне кажется, не очень точно, очень часто. По-разному, по-разному. Ну, к психологам обычно приходят с этим, если какие-то проблемы возникают. И ребенок эту модель усваивает как базу для того, как он будет строить и выбирать партнеров в своей жизни, чтобы вот эту модель усвоенную проигрывать, и, соответственно, если возникают случаи, когда мы не можем никак найти партнера и все время это невзаимно, то нужно посмотреть туда, назад, а что похожего в том, как мы росли и в том, что сейчас происходит с нами. Это один момент. Это то, что мы как бы впитываем без вот этих критических фильтров, просто как маленькие люди, которые учатся жить в этом большом мире. А второй момент, что здесь есть, ну, такой, может быть, спорный момент, но мне кажется, он очень важный по поводу того, а зачем нам такие отношения нужны? Почему? Какие есть плюсы в том, что у нас невзаимная любовь? Это важно исследовать, потому что у каждого процесса есть какая-то выгода, вторичная, так называемая, выгода. И иногда она очень интересна, потому что, например, возможно, если мы перейдем в длительное отношение с кем-то, может быть, нам придется чем-то пожертвовать, а что нам очень дорого, потому что это же партнерство, это разделение пространства, это такой симбиоз определенный, а потом это еще и дети могут быть, а может быть, у нас вообще таких планов нет. Поэтому это нужно всесторонне исследовать, и возможно, опять же, были какие-то расставания в прошлом, и мы не отпустили партнера, и поэтому все никак не можем найти, опять же, нового, и проигрываем, проигрываем вот это расставание снова и снова в своей жизни. Тут такой вопрос, вот ты говоришь, мы проигрываем, но человек может сказать, я ничего не проигрываю, это они сейчас сволочи, такие, меня не любят, а делают, что любят сначала, а потом бросают меня. А этот вопрос снимается, когда один, два, три раза происходит с человеком какая-то ситуация, и он понимает, что, наверное, такая мысль какая-то закрадывается, такая странная, а может быть, что-то со мной, а не с ними. То есть это должно само произойти, да? Да, 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 это осознание приходит в какой-то момент, что, например, если мы видим, что мы одни и от них и те же партнеры выбираем по типажу, одни и те же истории с ними происходят, то мы на какой-то момент можем заметить, что, возможно, что-то есть у нас самих, почему мы выбираем именно таких людей? Потому что то, что мы осознаем, это малая часть того, что у нас внутри происходит на самом деле. Вот мне сейчас сразу в голову пришел вопрос от одной подписчицы и моей подруги. Как-то это при прямая спасть у вас такая телепатия? Он мне пришел в голову, в смысле, она мне его написала, написала? Я сейчас вспомнила, я вроде наконец отбила, но он сейчас будет уместен. Она спросила, ну, то есть у нее каждое отношение заканчивается примерно через полгода тем, что парень начинает неплохо обращаться, она понимает, что работать надо над собой и что это как-то связано с самооценкой. Ну, все, больше она ничего не знает. Вот, может быть, с самооценкой, что партнер плохо обращается. Какие тут могут быть варианты? Это, конечно, для какого-то ответа хорошего здесь мало информации, да, потому что я не знаю, каких она партнеров выбирает, да, какой возраст, это партнеры младше, старше или на равных они, да, по возрасту. Это тоже очень важно, кстати. Вот, поэтому мне сложно ответить, почему именно через полгода и... Да, нужно больше информации, я бы так сказал. Потому что самооценка и почему они расстаются, тоже непонятно. Что там происходит? А почему вообще может женщина выбирать партнера, который начинает с ней плохо обращаться и она с ним остается все равно? У меня просто не было, но у подруг я часто такое вижу. Плохо обращается, но она все равно с ним остается. Опять же, здесь, скорее всего, есть какой-то внутренний такой неосознаваемый интерес поддерживать именно такие отношения. Ведь, опять же, вот я снова и снова говорю о том, что мы думаем, что мы такие свободные и осознанные, волевые. Вот, на самом деле, привычки вот в основном во главе всего и стоят. Если был какой-то опыт, вот, опять же, я бы спросил эту девушку, да, как вообще с уважением было в семье? Вот, и, например, если в семье не было много уважения по отношению, например, между мужем и женой, в семье, то для человека, ну, казалось бы, все хотят счастливых отношений, но для вот этого человека, который рос в этой семье, для него вот это является нормой. А норма, как бы, в каждой семье разная. Вот, и часто же семьи, например, когда муж пьет, да, жена все равно остается в этих отношениях. Здесь, как бы, возникает система вторичных выгод, потому что, если, например, кто-то кого-то не уважает, второй является жертвой, и они говорят, что, вы знаете, вот он, например, меня не уважает, что-нибудь там сделает такое, да, я на него обижусь, а потом он за мной целый месяц ходит, и я королева, например. И это выгода. И это выгода определенная. Да, и такая модель, она как будто бы токсичная, но рабочая. И многие, когда приходят на терапию, говорят, я хочу что-то с этим сделать, мы добиваемся результата определенного, а клиент говорит, ой, а теперь муж за мной не бегает, я такая вся целостная, а как же вот это вот, верните все обратно. То есть, как бы, это очень важные моменты, которые, ну, являются фундаментом этих отношений, поэтому здесь нужно внимательно относиться к этому. У меня сейчас, я сейчас, конечно, посмотрю свой список вопросов, но у меня другой. Ладно, давай тогда будем придерживаться плана. Почему некоторые люди не могут влюбиться? И вот я тоже сразу конкретный вопрос про другую мою подругу, немножко детально, то есть, я бы хотела, чтобы ты ответил и общее, и детально. Вот почему вообще не могут влюбиться, и у нее такая ситуация, что ей что-то нравится, вроде бы, как бы идет такое желание сблизиться, а потом она разочаровывается такая выполнение. И вот так вот постоянно туда-сюда, туда-сюда. Но давай я с первой части начну, почему не могут влюбиться, а потом, может быть, ты больше раскроешь второй вопрос, потому что, опять же, в двух предложениях это сложно писать. Почему сложно влюбиться? Ну вот вопрос, на самом деле, такой, опять же, многослойный. И если, например, есть такое желание влюбиться, вот прямо хочется влюбиться, да, а почему-то не влюбляется. Опять же, нужно посмотреть в прошлое немножко, да. Может, ты в кого-то до сих пор влюблен? Нет. 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 Возможно, влюбляться, например, небезопасно. Да, потому что, опять же, мы в этом процессе очень ранимы. И, открыв сердце, если действительно происходит травмирующая какая-то ситуация, оно склопывается. И уже, как будто бы, раскрыться не вполне может. А если таких ситуаций было много, да, или там несколько, то это практически нереально. То есть, это как бы, наша психика нас защищает от того, чтобы не быть опять в роли жертвы. Это называется фрустрация, да? Да, когда вот нас в наших чувствах очень сильно фрустрируют, да, и мы понимаем, что один раз мы это можем, может быть, пережить. Но если это два или три раза повторяется, да, то это уже сложно. Фи! Восемь раз за четыре года пережила. Ну, понятно, это индивидуально. Все зависит индивидуально, потому что и здесь сложно вот судить, да, потому что глубина разная, ситуации разные, и ресурсы у всех разные с этим справляться, что-нибудь важно. Потому что одна и та же ситуация, на двух разных людей подействуют совершенно по-разному. Ну вот, а про то, что идет как бы желание сблизиться и, например, нравится человек физически, я вот про эту подругу рассказываю, то есть она смотрит, о, какой красивый, привлекательный, начинает с ним говорить и думает, ёлки-палки, ну и как бы все, и не нравится, да, и так, ну так часто, то есть интеллектуально не удовлетворяют ее мужчины, вроде бы, которые внешне привлекательны, при более близком знакомстве, они перестают нравиться, и, ну, собственно говоря, вот, и все дела. Хотя она уже тоже хочет семью, создать, и что такое. И вообще у меня что-то много всех подруг, которые мне пишут, я уже хочу семью, и это когда уже там прямо очень сильно часики тикают, и они такие, ну, вот что делать, и они что-то спрашивают меня, ну, может быть, потому что я на самом деле в такой же ситуации была, и мне как-то, вот вопрос повезло, или я все-таки проделала еще большую работу, наверное, и то, и другое. Вообще, насколько везение это то, чем можно объяснить чью-то состоявшуюся личную жизнь или не состоявшуюся. Везение, это, наверное, просто про жизнь, про стечение жизненных обстоятельств, иногда можно легко найти партнера, да, иногда сложно, вот, и, например, если встречают красавцы мужчин, а потом они как-то разочаровывают, нет тем общих для разговоров, например, там, или еще что-то, да, может быть, слишком высокие стандарты были заданы, да, потому что мы все несовершенны на самом деле, и вот эти идеи по поводу того, как наши, вот можно всю жизнь ждать принца на белом коне, но вопрос, реален ли он, и можно ли его дождаться. Может быть, он и есть где-нибудь, но это как бы мечты, 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 мечты об идеальном партнере, партнерстве, и поэтому это может мешать, на самом деле, увидеть человека, то есть, когда мы смотрим на человека, мы можем видеть свои ожидания, а не человека, на самом деле. И тогда любой человек, он не будет дотягивать, конечно, до наших ожиданий. Интересно, вот знаешь, я просто так немножко расскажу, у меня была похожая ситуация, я поняла, что я хочу, чтобы он был и умный, и веселый, и добрый, и, ну, как-то обеспеченный, более-менее материальный, не то, чтобы там богатый, да, ну, чтобы не ничь, и чтобы он был со мной одного мировоззрения, и там, ну, короче, вот прям, потому что мне казалось, потому что я и веселая, и добрая, и красивая, и все такое, и спортом занимаюсь. И очередь стоит с самого утра у подъезда. Ну, очередь стояла в какой-то момент, когда я действительно, ну, стала счастливой, я ходила там на два свидания в день, и действительно, ну, как бы, я очень быстро так сканировала, так-так-так-так-так, пип, там интеллект не подходит, пип-пип-пип, все, до свидания. И в какой-то момент я подумала, что все уже не найдется такого человека, достаточно хорошего для меня. Это, конечно, ну, такое эго большое, наверное, мое еще играет здесь роль. И я решила, что я заведу нескольких парней, которые, один будет богатый, другой будет умный, третий будет сексуальный. И начала уже практически выполнять, воплощать свой план в жизнь. То есть я нашла одного парня, и поняла, что у меня есть чувства к другим, ну, какие-то. И уже стала вроде как с ними там что-то общаться и говорить про отношения. И вот в этот момент, то есть для меня казалось, что фишка в том, чтобы перестать ждать вот одного единственного совершенного. И когда я перестала ждать одного единственного, я подумала, что я наберу команду, я встретила того, который подошел по всем параметрам подошел. Так что для меня идеальный, не знаю. как ты откомментируешь это? Как это нужно откомментировать? Очень находчивое решение. Ну, а вообще вот про то, что это может быть уже не из области психологии, это, наверное, из области эзотерики, да, просто, что такие вещи происходят, как встреча того самого, а не происходит тот момент, когда перестаешь ожидать, по моему окну. Опять же, два момента я хочу отметить. Один земной, а потом мы к эзотерическому перейдем. Мне кажется, женщина все-таки быть труднее, чем мужчиной, да, потому что, ну, так сложилось исторически, да, что женщина рожает детей, воспитывает потомство, и, естественно, ей нужен ряда мужчина, который сможет обеспечить ей пространство для этого, будет ее поддерживать. И я думаю, что женщины, ну, я могу только предполагать, может, ты меня здесь просветишь больше, да, возможно, более ответственно подходит тому, это надежный мужчина или нет. Да, и в природе, кстати, тоже, выбор партнера это опция самки, потому что самец, ему можно всех оплодотворить, и это в его интересах, а самке нужно выбрать лучшего. И чтобы он еще остался. Поэтому это один момент, который важный, его нельзя как бы игнорировать, поэтому женщины в нашем обществе более уязвимы все-таки, чем мужчины. То есть социальная защита, она еще не на каком-то таком высоком уровне. А второй момент, если эзотерически, вот эти две половинки. Да, вот это очень хорошая тема. Действительно, это же мечта просто встретить именно того или ту самую, да, и все к этому стремятся, так или иначе. Я думаю, что встаем мы на эту дорожку тогда, когда мы сами приводим себя в хороший порядок. Когда мы в контакте с собой, и мы можем что-то дать. Не только взять, но мы можем что-то дать, и когда мы взрослые, целостные, да, и нам партнер нужен для того, чтобы разделить что-то с ним, а не для того, чтобы что-то получить. Я думаю, что... А как определить, могу ли я что-то дать? Потому что некоторые думают, да, конечно, могу, вот я хочу ему там все делать, и значит, это... Как определить, в состоянии ли я сейчас действительно дать? Я думаю, это просто нужно исследовать себя и быть честным с самим собой, чего мы хотим от партнерства, для чего нам нужен партнер, какие наши планы вообще, для чего нам нужен этот человек. Ну, то есть здесь честность важна, потому что какие-то вопросы мы задаем, но по большому счету отвечаем так уклончиво на них. Я, наверное, спросила, а на самом деле хочу сама ответить на этот вопрос. Да-да-да-да. Я смотрела один из моих любимых психологов Александр, не соврать, Калмановский, знаешь, Александр Калмановский, вот, и он очень хорошо объясняет вот эту разницу между дающей и берущей любовью, ну, можно провести аналогию с родительской и детской, что если у тебя желание, чтобы тебя любили, обнимали, целовали, говорили, что ты хороший, то это не дающая любовь. Это значит, что у тебя детская любовь. И когда получается человек, вот это уже теперь вопрос, когда человек в состоянии вот такой детской любви, то того самого вот прямо вот не получится, да, найти? Нет, он найдет того самого, кто будет ему давать, любить его и так далее, но вопрос в том, что насколько эти отношения долго продержатся, да, потому что если один только берет, а другой только дает, и обычно в таких отношениях секс достаточно быстро пропадает, потому что это детско-родительские отношения, но в этом мало партнерства настоящего, да, страсти, какого-то желания. Мы же подбираем себе партнеров, как? У нас есть определенные потребности, определенные ожидания, и мы смотрим такого партнера, бессознательно считываем, да, с кем мы могли бы это проигрывать, по счету партнеры, они прикрывают друг другу во многом их дефициты, это прекрасно, это прекрасно, но в какой-то момент это может дать трещину, да, потому что ресурсы не безграничны, иногда бывают сложности в отношениях, и в какой-то момент могут пойти претензии, и так далее, и так далее, да, потому что есть ожидание, что ты мне будешь это делать, ты мне будешь это делать, да, вот, поэтому партнерство это система, которая нуждается в развитии, это динамическая система, да, и в нее нужно вкладываться, иначе можно застрять на каком-то этапе, и все может развалиться. Так, какие у нас еще вопросы остались? Про серийную моногамию, ну, мне ответ понятен, но я все-таки задам, на всякий случай, почему многие люди практикуют серийную моногамию, так называемую, то есть влюбляются, живут вместе два-три года, расходятся, и так повторяются у них годами. Перепрыгив с партнера на партнера, но вроде бы не совсем промискуйте, да, по два-три года. Ну, это можешь сказать серьезные отношения. Да, даже женятся бывают по пять раз в жизни. Почему это так происходит? Ну, я знаю, но ты скажи. Я чувствую, что ты знаешь, да, я свой какой-то взгляд скажу, да, ну, постараюсь это емкость сделать. С одной стороны, это дает ощущение, что у нас действительно глубокие, такие полноценные, хорошие отношения, да, мы можем действительно хорошо открыться другому человеку, хорошо узнать партнера, вот, и я бы сказал, что это хорошие, полноценные отношения, да, но если это становится проблемой какой-то, да, что хочется большего, например, то в этот момент можно задуматься, почему мы так делаем, почему выбираем партнеров, с которыми мы потом расстаемся, да, и здесь может быть несколько моментов, я вот, наверное, на таком остановлюсь. Партнерские отношения, это, как я и говорю, динамическая система, развивающаяся система, и, соответственно, когда приходят какие-то этапы, нужно сделать вот этот шаг, такой решительный, когда семья выше становится не просто, когда люди живут вместе, а они, например, хотят расшириться, да, это для многих может быть проблемой, потому что, когда люди живут вместе, это очень удобно, да, экономически очень удобно, да, то есть, как бы, это дешевле, и многие тоже этим пользуются, на самом деле, да, но, например, если возникает вопрос, что женщина, например, хочет детей, да, или мужчина хочет детей, а у женщин нет этого в планах, да, а на первом месте карьера, например, саморазвитие, или еще что-то, потребление, да, то люди расходятся, потому что они не могут на этом уровне уже взаимодействовать и дать то, что действительно уже выходит на первый план. То есть, я думаю, что это, в основном, связано с новыми обязательствами, которые предполагают дальнейшее развитие семьи. Я думаю, что вот таких моделей взаимоотношений со временем будет становиться все больше и больше, потому что это вроде бы такая полноценная картинка, с одной стороны, на уровне чувств, но, с другой стороны, здесь нет обязательств. Как только нам стало неудобно, ну, как бы, отношения разваливаются, мы идем ищем нового партнера, где мы могли бы комфортно для себя, опять же, развиваться, жить и так далее. Спасибо. Следующий вопрос. Существуют ли счастливые полиаморные люди? Ну, и вообще, вот, насколько мы моногамные существа? Этот вопрос уже, как бы, много раз задавался, освещался, что все индивидуально, но мне почему это интересно, потому что у меня в определенном этапе моей жизни у меня была такая идея, что я, наверное, могу любить сразу двух человек. Ну, вот, я уже немножко рассказала про этот период, он был совсем короткий и, на самом деле, не было такого, что у меня одновременно два любовника. Там был один любовник, а второй, как бы, просто маячил на горизонте и так я думаю, рассматривал этот вариант. Вот, и особенно, что касается женщин, здесь, мне интересно, потому что есть сейчас всякие блогерши, которые вещают, говорят, за полиаморию, как это прекрасно. Вот, что ты по этому вопросу думаешь? Я с этой темой не очень много встречался, да, я думаю, что, наверное, существуют счастливые полиаморные люди, но я бы здесь, знаешь, рассматривал так, что человек, который полиаморен, да, и он, наверное, счастлив. Я не знаю, насколько счастливы его партнеры. Точно. Наверное, он счастлив. Хорошая ответственность. Так, ну, вопрос у меня еще был, можно ли быть счастливым без пары, но я думаю, мы на него уже ответили. Какое-то... Конечно, можно. Вообще, партнерство, оно не является, ну, чем-то жизненно необходимым, ну, как человеку. Конечно, человечество, оно жизненно необходимо, оно человечество схлопнется в какой-то момент. Но самому человеку это вроде бы как не очень нужно. Да, и сейчас, особенно, когда идет большой разрыв между чувствами и теми моделями, стереотипами, которые навязывает общество, ну, средств массовой информации, люди, которые пытаются сделать на нас потребителей хороших и так далее, то ценности семейные отходят на второй план. Нужно развиваться, нужно зарабатывать деньги, нужно как можно больше стать успешным, купить себе какие-то последние модели, чего угодно и так далее, и так далее. Вот поэтому семейные ценности отходят на второй план, и люди все больше и больше в каких-то своих гаджетах, в своих маленьких мирах, и им даже так комфортнее. И это будет все больше и больше как бы развиваться, и люди будут изолироваться, и вообще, мне кажется, через какое-то время разучиться общаться. Не хотелось бы. Но вообще семья... К этому идет постепенно. Такое понятие, которое... Это может быть величайшим счастьем, и это может быть полным трендецом, где люди друг друга убивают, насилуют, и это все происходит в семье. Поэтому сказать, что семья однозначно это что-то прекрасное... Есть как бы в каждой семье... Нет, я бы даже сказал, в каждой семейной системе, то есть как бы семья, которая рождает новую семью, новую семью, новую семью, да, то есть как бы если брать семейную систему, там есть определенные нормы. И как бы норма это то, что нами движет, но ощущение нормы у каждого свое, к большому счету. У кого-то это полный трендец, это норма, когда все орут друг на друга, а у кого-то нужно тихо говорить и настоящим литературным русским языком. И брови нельзя поднимать, это очень как бы будет порицаться. Слушай, ну а почему я просто такой человек открытый, да, я могу рассказывать про свою жизнь спокойно, вот мне интересно, мне сразу применимо к своей жизни, вопрос возник в связи с тем, что ты сказал. У меня в семье считалось довольно-таки нормальным друг на друга орать и так далее, но мне лично никак это не нравилось, и я всегда хотела, чтобы у меня в семье было не так, и у меня сейчас не так. противоречие с тем, что ты сказал. Именно это. Понимаешь, возможно, ты с этим работала, и ты, ну помимо того, что у тебя как бы есть потенциал к этому, я бы так сказал, к тому, чтобы орать. Потенциал как бы к этому есть. Но есть же сейчас уровень сознания, и ты понимаешь, что мне как ребенку, например, было некомфортно там, и я, например, для своего ребенка этого не хочу. И многие же так делают, но это не факт, что, например, твои дети не будут себя так вести, потому что эта как бы модель, она в роду уже есть, и она бессознательно, опять же, может воспроизводиться. Но если на уровне с диетом принимается решение, что это не как бы допустимо, это неконструктивно, то, естественно, она откладывается в сторону, и эти розовые пони вылетают, и дома тихо-любовься. Розовые пони. Но тут мы можем менять эти все вещи, да, и в том числе, даже если у нас вообще все предки делали что-то, мы, если у нас есть ресурс, можем раз изменить. Да, единственное, что помогает это сделать, это осознанность, потому что если у человека осознанности к себе самому, да, вот, то для того, чтобы поменять модель, сначала нужно ее осознать и выработать критику по отношению к ней. Но если осознанности и саморефлексии не хватает, то, ну как бы, ну я ору, но это нормально. Вот, бабушка орала, мама орет, я ору, и все будут орать, и это здорово, столько энергии. Как бы нет критики. Потому что как будто бы не видеться в этом проблемы. Понятно. Ты увидела проблему и приняла другое решение, сломала модель, построила новую. Это здорово, да, то есть, что ты, как бы, смогла это распознать и поменять. Ну да, это был огромный, конечно, труд, и вот мое увлечение психологией. И вот это вот как раз вот с ключевого слова труд, огромный труд, потому что то, что у нас базово прописано, чтобы это поменять, это действительно огромный труд, чтобы встать на другие рельсы. То есть, целый поезд нужно перевести на другие рельсы. Это очень сложно. Да, там сначала там кратиком, потом на тележке. Так, значит, последний вопрос из моих, и еще останется там, их немного совсем, вопросы от подписчиков. Мой вопрос, как же все-таки сделать так, чтобы повезло в любви? Как это? Духовно расти? Прекрасно. Да, 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 на самом деле поменьше ожиданий, я думаю, иметь, потому что это основная тема, которая мешает действительно найти того партнера, с которым мы бы чувствовали себя комфортно. Ожидания, они очень блокируют, и ожидания обычно потом выливаются в претензии, и так далее, и так далее, то есть они отравляют по большому счету и период знакомства, и дальнейшее какое-то времяпрепровождение, я бы в этом случае так это назвал. и работать над собой в первую очередь, думать, что... Работать над собой в таком хорошем ключе, да, что у каждого есть там какие-то плюсы, какие-то минусы, да, видеть свои сильные стороны, акцентироваться как бы на них больше, развивать осознанность к своим внутренним процессам, да, и становиться такой, я бы сказал, цельной личностью, дающей, да, то есть у которой много чего есть у самого, да, ну, как бы у самой этой личности, да, и она может как бы выстраивать именно взрослые взаимоотношения, потому что если мы из детской позиции пытаемся это выставить, это невозможно, да, именно вот то, о чем ты говоришь, да, о чем мы говорим, и знаешь, вот я сейчас подумал о том, что вот это вот счастливые партнерские отношения, да, ты сказала, вопрос в любви, я сказала, а? я сказала, повезло в любви, а, повезло в любви, но вот повезло в любви, это вот, опять же, везение, это такое... Это такая формулировка, которая просто, я думала, что люди так будут гуглить или в ютубе набивать, но на самом деле, конечно, я считаю, что с везением здесь не очень-то связано. Да, да, потому что это, мы сейчас рассуждаем о каких-то субъективных очень вещах и подходах, и кто-то согласится, кто-то нет, поэтому все-таки важно, наверное, быть честным с собой, да, и понимать, чего мы хотим от партнера и от отношений, и тогда мы не будем терять время на те партнерства, где мы просто будем терять время. так, какие у нас остались вопросы? я думаю, некоторые вопросы на самом деле являются таким, они открывают очень большую тему какую-то другую, может быть, для другого интервью. Так, это значит, про самооценку. Вот самооценка, мне кажется, это большая тема, потому что очень часто употребляется в непрофессиональной среде, да, психологический термин, и у меня про самооценку очень много вопросов, но я вот один тебе хочу задать, можно ли? Бывает ли завышенная самооценка? Да. Ага, хорошо, все. Вопрос, который мне пришел от незнакомого человека в инстаграме. Знаешь, я бы здесь добавил к своему, к этому короткому ответу, что такое самооценка, то есть мы себя оцениваем, исходя из того, кто задает критерии этой оценки, да, потому что самооценка, это в любом случае какие-то внешние критерии, социальные, семейные и так далее, да, которые говорят, что ты должен соответствовать тому-то и тому-то, да, и, соответственно, это очень субъективно, и я бы вот от этой самооценки вообще отходил подальше, и просто был бы в контакте с собой, и все. Не думать про то, что такая у меня самооценка или сякая у меня самооценка, да? Потому что это как бы внешние какие-то конструкции, которые в нас заложили, и которые мы вынуждены соответствовать, но по большому счету мы все уникальные, индивидуальные, и здесь я бы рекомендовал не заморачиваться насчет самооценки, а просто узнать о себе, о своей индивидуальности и просто раскрывать ее. В свободе от каких-то концепций о том, кем мы должны быть и кем мы не должны быть, как мы должны себя вести или как мы не должны себя вести. Прекрасная рекомендация. Ну вот, я не знаю, человек просто вопрос задал, я его озвучу, для меня вопрос остается очень каким-то туманным. Не люблю никого из взрослых, то есть мне 29 лет и взрослых вообще никого не люблю. Вот как ты можешь это прокомментировать? А это мужчина или женщина задала вопрос? По-моему, мужчина. А он взрослый? Ему 29. Нет, 9 и взрослый это как бы разные вещи. Почему-то он так сформулировал, я не знаю. то есть, можно, наверное, сказать, вообще никого не люблю. Человеку 29 лет, ему кажется, что он... Взрослых не любит, да. Почему он себя выделяет из этой группы? Ну, то есть, он как будто бы тоже взрослый человек и как будто бы не любит взрослых. для меня вопрос не любит. Я бы задал вопрос, наверное, ответный, а в каком он состоянии находится, взрослого или ребенка? Почему вдруг и по какой причине их не любит? Может быть, здесь конкуренция какая-то или просто от взрослых ничего хорошего не жди, например, пахнет какими-то детскими травмами, да? Ну, я думаю, что да. Ну, они у нас всех есть, я просто не так низвысока говорю, у меня у самого этих детских травм вот слова недостаточно. Каждый у меня есть. Да. Так. И вот последний вопрос от моего доброго друга, он так смешно его сформулировал. Почему, когда нет денег, нет любви? Он в модельном бизнесе работает? Нет, он не работает в модельном бизнесе. Это из группы Ленинград вообще припев песни «Когда нет денег, нет любви». Но я думаю, что можно переформулировать, какие были взаимосвязи между теми и другими. Я бы здесь вовнутрь обратился, да, потому что почему, например, любой возможно только когда у него есть деньги? И как будто бы деньги, возможно, что-то компенсируют. Нет, потому что деньги – это ресурс, это как бы нечто, что мы можем использовать, да, и что дает избыток и богатство, ощущение богатства. И часто же деньги – это не деньги, а деньги, они компенсируют нам какие-то наши внутренние изъяны. И, соответственно, если денег нет, то изъян становится как будто бы слишком явным и большим, и в этом состоянии невозможно как будто бы построить взаимоотношения. Как будто бы… То есть получение собственное какое-то… Когда, ну, например, я могу представить, что без денег меня никто не полюбит, например, установка такая. Я не думаю, что это связано с людьми, потому что огромное количество людей, которые не ищут денег, а ищут партнера, да, с которым они могут раскрыться. Я думаю, что здесь нужно внутрь себя смотреть, почему именно деньги делают нас способным строить партнерство. Так серьезно ответил, я не знаю, может быть, он чисто поражает этот вопрос, я не знаю, надеюсь, что кому-то… Надеюсь, я не задел нищие чувства и не переборщил с ответом. И вопросы закончились. Нежно ответят, потом не оберешься. Да, да, это вопросы, как бы, мы не конкретным людям отвечаем, мы отвечаем вообще. Вопросы закончились, и я сейчас, у меня такое возникло, как бы, как завершить наше интервью, я бы хотела… Вот, у меня у самой возник вопрос, в каких случаях необходимо обратиться к хорошему, обязательно хорошему, к психологу и пройти какой-то психологу. по-другому, который даст пинка? Нет, в плохом, я думаю, что плохой, в моем понимании, пинка, может, это тоже хороший. Плохой – это тот, который ошибку какую-то сделает и не учтет каких-то вещей или не туда пойдет или просто медленно все будет очень. В общем, плохие психологи тоже бывают и, наверное, их, наверное, больше, чем хороших, как и в любой профессии. Вот, Владимир – хороший психолог, по моему опыту с ним работать, почему я вот к тебе и с этим интервью обратилась. Но у меня сейчас как бы ко мне иногда обращаются люди и я вижу, что им бы очень помогла психотерапия. Но, может быть, она им не нужна, может быть, им нужно что-то другое. Вот как понять? Ну, конечно, бежать к психологу просто при каждой какой-то мысли или чувстве наверное, нет смысла. Я могу сказать, когда я обращаюсь, потому что у меня тоже есть своя терапия личная, и если я вижу, что что-то я с трудом могу решить сам, как будто бы вижу, что что-то не так, но не могу уловить, в чем суть проблемы, я тогда обращаюсь к специалисту, потому что часто нужен другой человек для того, чтобы отзеркалить наши внутренние процессы, и психолог вот этим зеркалом не является большому счету. вот, и если, например, мы видим, что отношения зашли в тупик, и ничего мы не можем с этим сделать, а если не получается построить отношения, какие-то проблемы может быть с самооценкой опять же, с той же самой, вот, то быстрее, конечно, это решится с психологом, но можно и самому с этим работать, пробовать опираться на себя, но здесь можно понимать, что необходимо хорошая осознанность и саморефлексия вот это, осознавание своих процессов внутренних, соотнесение их с тем, что у нас есть в жизни, и, как бы, на этой базе какие-то выводы нужно делать, да, и решения формировать, но не все могут это делать, потому что сейчас, как бы, я думаю, что нет такой культуры, что ли, да, потому что раньше можно было там с бабушками поговорить, с дедушками поговорить, с мамой и папами, как-то какой-то совет получить, да, вот, и действительно мудрость вот эта, она передавалась, да, сейчас, как бы, вот это прерывается и такой преемственности нет, и как будто бы нужно вот эти все шишки заново набивать, и, ну, я думаю, что такой минус определенный, который сейчас присутствует в обществе. ну, то есть, то, что может сделать психолог, ну, потому что многие люди как бы думают, я, что, у меня друзей, что ли, нет, я пойду с подругой, напьюсь, поговорю, и как-то, типа, разберусь, но в итоге они так делают, делают, а потом они все равно приходят и говорят, Полина, как у тебя получилось построить вот это прекрасно, прекрасно. Они говорят, нет, к психологу я не пойду, к психологу это, нет, я слишком духовный человек, я сам. Ты знаешь, была смешная картинка такая, что, ты представляешь, женщина говорит, мой психолог сказал мне, что мне нужно меняться самой, а ее друг говорит, не психолог, а зверь какой-то. Потому что подруги, друзья, что они, они, конечно же, нас поддержат, они скажут, да, он или она там виноватый, ты молодец, вот, надо тебе кого-то другого, или, ну, как-то они вот в этом нас поддерживают обычно. Редко какой-то конструктивный ответ, и мы на самом деле, когда пытаемся решить проблемы, выбираем таких прекрасных людей, без сознания, мы можем сознательно, которые нам подтвердят уже нашу точку зрения. Мы не ищем людей, которые нам что-то новое скажут, что ты нас учишь, а скажут, да, ты прав, ты молодец, и мы такие, да, я прав, я молодец, и это приятно. Вот. А психолог, у него другая, как бы, другая работа, да, он не будет играть в эти игры, да, и он покажет, а где действительно человек совершает ошибку, где вот те грабли заповедные, да, на которые он все время наступает. И в этом разница. Конечно, можно и в пабе решить вопрос, но если мы ходим в паб, и уже чувствуем, что мы спиваемся, а проблема не решается, то, наверное, нужно обратиться к кому-то другому. Да, я еще от себя такой комментарий, ну, как сказать, а нет, ну, не буду, это тоже сильно долго рассказывать, просто, просто вот, не делайте психотерапевта из своих друзей, это у меня такой непрошенный совет зрителям, просто со мной это так делали. А психотерапевт надо как бы использовать для того, чтобы решать свои какие-то задачи. Да, вот, значит, опять же, это поддержка очень хорошая, нужно этим пользоваться. Да, тоже правильно, конечно. На этом мы сегодня завершаем наше интервью. С вами была Полина Боттичелли и психолог Владимир Пыпин. Пишите комменты, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, все, фигня и удачи вам в любви. Пока. Удачи.